Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Рад видеть и традиционно приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Тоже рады вас видеть. Вот атака по НПЗ в Рязани. Говорят, по данным некоторых источников, что и в Воронеже тоже НПЗ был поражен некими дронами. Вот эти все атаки по российским НПЗ достигли невероятных успехов. РФ осталась без бензина, а цены на топливо резко подскочили. Об этом пишет издание «Политика». Цены на дизель, если говорить о ценах, поднялись на 10% за последнюю неделю, а бензин подорожал на 20% с начала года. И издание пишет, что эту стратегию Украины будут изучать в академиях подготовки офицеров в ближайшие десятилетия. Как думаете, тенденция продолжится? Украина действительно нашла ахиллесовую пету России? Ну, я глубоко убежден в том, что тенденция, конечно же, продолжится, потому что она показала свою эффективность. Но ахиллесовы ли это пета? Это на самом деле большой вопрос. К огромному сожалению, я тут вынужден выразить определенный скепсис в этом вопросе. То, что это чувствительный момент для Российской Федерации, да, конечно же, причем и в военном плане, и в политическом плане, потому что растут цены на нефтепродукты для конкретного гражданина Российской Федерации. Но сказать, что это ключевой фактор, например, победы в войне против Российской Федерации, к огромному сожалению, нельзя. Это, да, действительно болевая точка, которую мы нашли. Но победу принесут над путинской Россией совокупность и системное нажатие на таких болевых точек, которых должно быть, ну, скажем, много. Ориентироваться, конечно же, нужно на то, что приносит основную прибыль Российской Федерации. Это сырье, это нефтепродукты, это лес, это золото, это металлы, это драгоценные камни. И по всем, в принципе, почти по этим сырьевым, отраслевым группам, в принципе, уже наложены санкции. Вот. Но вы, в принципе, в подводке говорили про обогащенный уран. Это, кстати говоря, один из тех сегментов, которые еще остаются. И Российская Федерация получает через Росатом огромные доходы от консультаций, от обслуживания, от продажи ядерного топлива другим странам. В том числе и в Европейский Союз много они продают, потому что, опять же, там в странах бывшего постсоветского лагеря, если я не ошибаюсь, 8 атомных электростанций. И, собственно говоря, какой-то действенной замены российскому топливу, к огромному сожалению, еще пока не выработано. Кстати, Украина с Соединенными Штатами пытается этот вопрос решить, чтобы производить именно в Украине для европейских атомных станций советского образца соответствующее топливо. Но пока мы не вышли на необходимый объем. И вот если брать геополитический аспект, то это сфера, которую, к огромному сожалению, пока цивилизованный мир не может исключить Российскую Федерацию. Хотя это очень нужно делать, если даже проследить, скажем, выступления Путина публичные, он всегда делает особый акцент на так называемом мирном атоме и на влияние в эту отрасль Российской Федерации во всем мире. Но мы же прекрасно с вами, друзья, понимаем, что ни о каком мирном атоме, конечно же, речь не идет. Через атомную отрасль Российская Федерация всегда влияет на мировую политику и на политику конкретных стран, с которыми она сотрудничает в этом отношении. Это, кстати говоря, одна из тех причин, которые являются сдерживающим фактором для стран антипутинской, например, коалиции, чтобы не допустить, например, поражения Российской Федерации. Потому что именно в этом компоненте они пока не достигли каких-то компенсирующих возможностей, чтобы обезопасить свою энергетическую составляющую на 100%. А по НПЗ, конечно же, сейчас уже рядовой россиянин вынужден платить, например, за бензин и за дизель в среднем больше от 10 до 20%. Это, конечно же, приведет неминуемо к тому, что уже, кстати говоря, бензин запрещен экспорт Российской Федерации. Я думаю, что такие последствия запретят экспортные продажи и в том числе на дизель. Нужно понимать, что у Российской Федерации нет проблемы с сырьем, у них нет проблемы с сырой нефти. Но у них есть проблемы с переработкой в данном случае, потому что наши ребята эффективно, собственно говоря, работают по этим объектам. Опять же, для понимания нужно ориентироваться, что примерно 70-75% всей нефтепереработки находятся поближе к европейской части Российской Федерации. Почему так происходит? Ну, потому что плотность населения, собственно говоря, в этой части значительно больше, чем, например, в той же Сибири или на Дальнем Востоке. И второй компонент, что, конечно же, после удовлетворения внутреннего спроса Российская Федерация всегда не против была подторговать, собственно, компонентом нефтепереработки, как дизелем, так и бензином. Ну, и, собственно говоря, еще один продукт нефтепереработки – это мазут. Он там на 95% экспортно ориентирован и покупают большие корпорации морские, которые используют в обработке суден вот этот продукт нефтепереработки. Так вот, конечно же, потому что мы бьем сейчас по нефтепереработке, плечо логистики, плечо доставки с более далеких НПЗ, оно, во-первых, увеличивает цену, а это абсолютно логично, а во-вторых, делает поставки рывками, да, то есть нету постоянных поставок для трейдеров. Поэтому трейдеры вынуждены для того, чтобы обеспечить на своих же заправках и реализацию своих контрактов стабильностью, они вынуждены больше платить и больше ждать. И вот, собственно говоря, все это повлияло на то, что на рядовой, как Путин их называет, россиянин, хотя вроде бы как Россия чуть ли не входит в тройку наибольших экспортеров нефти и нефтепродуктов и газа, обычные россияне вынуждены за него платить уже как бы существенно больше. Повлияет ли это на позицию доверия и поддержки самого Путина? Конечно, да, конечно, да. И это этот очень важный нюанс. Я глубоко убежден, что очень беспокоит Кремль и очень беспокоит самого Путина. Ну, потому что один вопрос где-то, скажем бы, получить провисание на фронте от перебоев нефтепродуктов, откровенно говоря, своих граждан там никто не жалеет. Ну и с другой стороны, конечно же, они не смогут реализовывать свои планы наступления в должном объеме, потому что они не понимают, можно ли рассчитывать на необходимое количество горючки, которое им надо. А мы прекрасно понимаем, сколько, извините за сленг, жрет, например, танк, БМП или БТР. Это огромные, огромные литражи, которые используются одной группировкой там в сутки. Поэтому эти два компонента, военный и политический, настолько инервируют Кремль, что они выходят там на американцев, ведут с ними переговоры, для того, чтобы как-то наши союзники и партнеры повлияли на нас, чтобы мы как-то все-таки там ограничили возможность, так сказать, работы по российским НПЗ. Но глубоко убежден, что это наши абсолютно законные цели. Мы для этого не используем, во-первых, иностранное вооружение, а во-вторых, это абсолютно зеркально, потому что если они обстреливают инфраструктуру Украины, то почему мы не можем обстреливать и их критическую, и в том числе энергетическую инфраструктуру? Мы же не бьем по мирным городам, мы же не бьем по мирным людям, как они это делают на наших глазах, Одесса, Херсон, Харьков и другие города. Мы работаем исключительно по тем объектам, которые влияют на положение войск на поле боя. Это даже такая позиция регламентирована в международном законодательстве, которое регулирует войну, как допустимое действие, которое стороны могут применять в военных действиях один против другого. Ну да, недавно и парламентская ассамблея Совета Европы тоже признала НПЗ России законными целями Украины. Давайте поговорим немного о доходах российского бюджета. Китайские компании отказываются от экспорта в Россию из-за проблем с платежами. Некоторые обращаются за помощью к мелким региональным банкам, к подпольным операторам платежей. Об этом пишет Ройтерс. И из-за политики, из-за угрозы, скажем так, вторичных санкций банки не соглашаются принимать платежи вот эти из России. Чем это обернется? Будет ли усугубляться ситуация? И может ли все уйти вообще в тень? Конечно же. Тут два аспекта. Первый. Если трейдеры, если участники рынка подсанкционные продолжают работать, то просто у них перестанут покупать эту продукцию. Это же абсолютно логично. Кстати говоря, помните, когда мы говорили, что Индия отказалась от покупки нефтепродуктов серого танкерного флота? Ну так она же отказалась не от всей покупки. Про это как-то замолчали стороны. Она отказалась от покупки только у тех компаний, которые были засвечены и которые были внесены в соответствующие санкционные списки, чтобы что? Чтобы абсолютно верно, вы только что сказали, не нарваться на вторичные санкции и не подставить не только себя, а и, собственно, государство Индию. Поэтому санкции работают 100%, но, так сказать, стороны эффективно их и обходят, с другой стороны. Это мы тоже видим воочию. Поэтому это будет такое постоянное, к огромному сожалению, противостояние, пока не будет введено абсолютно полное эмбарго. А мы же прекрасно понимаем, что до этого решения пока еще мировой политикум как бы не дозрел. Поэтому да, поэтому будут накладываться соответствующие вторичные санкции на государства, которые реализуют контрабанду, так называемую, подвинный импорт. На компании, которые реализуют те же самые нефтепродукты как в Китае, так и в Индию. Кстати говоря, для информации, Китай сейчас вышел уже на покупку более 55% всего экспорта Российской Федерации сырой нефти. То есть как раз вот за счет дешевых ресурсов, которые идут на рынки Китая и Индии, Китай раскручивает, собственно говоря, свою рецессионную экономику. Поэтому их взаимоотношения как бы и настолько носят рабочий характер, потому что не только Россия заинтересована в Китае, но и Китай в экономическом плане во многом сейчас заинтересован в сотрудничестве с Российской Федерацией. Поэтому нужно продолжать, конечно же, выявлять эти схемы, модернизировать, мыть международное законодательство, чтобы пресекать такие продажи через несколько стран и чтобы, конечно же, меньше торговали основными источниками наполнения бюджета Российской Федерации. А это газ и нефть. Мы прекрасно понимаем, что Россия, конечно же, уже даже по сравнению с 2022 годом потеряла где-то примерно 60% своих доходов по этим статьям. Повлияло ли это на бюджет Российской Федерации? Конечно же, да. Они сейчас тянут просто-напросто деньги со своего фондового благосостояния, которым они так кичились и для своих граждан, и на международном уровне. Им сейчас нечем похвастаться в экономическом плане. По всем основным строкам доходов их бюджета Российской Федерации они очень сильно санкционно пострадали. Более того, по нефти и по газу, скорее всего, они уже никогда, даже если они сейчас капитулируют и попытаются возобновить эти рынки, они уже никогда их возобновить не могут. Потому что, в принципе, на их места давно уже зашли, например, жиженый газ Соединенных Штатов, увеличили объем добычи, например, в той же Норвегии. Очень активно работают саудиты и страны ОПЕК, плюс по замещению, собственно, российских нефтопродуктов на ключевых рынках, прежде всего в Европейском Союзе. На что и был рассчитан на 80%, я напомню, весь ресурсный экспортный потенциал Российской Федерации. То есть это уже в данный момент, когда попрошествую более двух лет полномасштабного нападения России на Украину, этот аспект уже носит невозвратный характер. И мне кажется, в Российской Федерации, конечно же, это все уже осознают и пытаются просто выжить сейчас, мутить теневые схемы, переназывать танкера, менять их флаг с Российской Федерации на какие-то африканские страны и так далее и тому подобное. Чтобы просто держаться на плыву, чтобы зарабатывать хоть какие-то, собственно говоря, деньги. Так, прошу прощения. Ой, не знаю, слышу вас. Да, да, слышно. Мы вас слышим, да. А, да, прошу прощения, звонок прошел. Ну, собственно говоря, в этом вопросе, я думаю, мы уже достаточно осветили все проблемы, с которыми сталкивается Российская Федерация и те перспективы улучшения в этих компонентах, которые есть у стран антипутинской коалиции. В том числе, конечно же, по инициативе Украины, потому что та же группа Ермака Макфола, которая работает уже несколько лет по этой тематике, как по расширению действующих санкций, так и по модернизации действующих, очень плотно работают как с Европейским Союзом, с санкционной, соответственно, комиссией, так и с Соединенными Штатами. Поэтому нам просто нужно профессионально, дотошно и системно продолжать лупатыцу скалу, как-то скажете. Буквально маленькое уточнение. Вы вспомнили о переименовании танкеров в компфлот, флаг Габона уже вешают вместо российского. Это поможет? Временно поможет. Вот такой короткий ответ на ваш короткий вопрос. Ну, конечно же. Но после верификации этих суден, а это же как бы в морском деле, это тонажность. В общем, каждое судно, по большому счету, индивидуально. И не проблема абсолютно определить, что это судно раньше было в Российской Федерации и возило нелегальную нефть, вот эту теневого нефтяного флота. А сегодня оно поменяло флаг, поменяло регистрацию и возит ту же самую нефть, что она возила и раньше. Но, конечно же, на это понадобится определенное время для вот этой соответствующей верификации. Быстро ли это происходит? Друзья, ну давайте будем реалистами. На это все равно может уйти несколько месяцев. То есть они повозят серую нефть несколько месяцев, потом на них наложат соответствующие повторные санкции, и потом они опять побегут искать другой флаг для этого нефтяного флота. Ну и, собственно говоря, будут менять регистрацию. Это, как я уже и говорил ранее, это такие кошки-мышки, к огромному сожалению, будут продолжаться пока на всю экспортно-импортную деятельность, за исключением, может быть, нескольких позиций, будет наложена, собственно, полная эмбарго. Ну будем надеяться, что вскоре мы увидим это полная эмбарго. Алексей, спасибо вам огромное за ваше время, за то, что вы присоединились к нашему эфиру и за ваши ответы. Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok